Всем привет! В игровой индустрии существует множество стратегий с разными режимами, жанрами, сюжетами и историческими периодами. Есть стратегии, которые происходят только в каком-то одном промежутке времени, а есть стратегии, которые с каждой компанией и развитием перебрасывают нас из эпохи в эпоху. В этом ролике я расскажу про самые интересные новые стратегии в среднем вековом сеттинге. Начну я с Фрозенхейм. Это стратегия в реальном времени про викингов от небольшой инди-студии. Перед нами классическая РТС с определенными особенностями, присущими некоторым экономическим играм. Суть каждой сессии сводится к тому, чтобы защитить и организовать свою деревню таким образом, чтобы ее обитатели ни в чем не нуждались, обучить викингов обращению с разным оружием, построить корабли и разгромить поселение противника, прежде чем он направит свое войско к нам. Если тебе нравится скандинавская архитектура и мифология, то эта игра найдет чем порадовать. Becastled. В этой игре сделан акцент на строительство массивных замков и последующей их обороне от полчищ монстров. Стандартные механики стратегии на месте, добыча ресурсов, тренировка армии. Но все же на первое место выходит напряженная и эпичная защита базы. Здесь придется каждую ночь противостоять чудовищем и их осадной техники. Siege Survival. Gloria Victis. Стратегия, основанная на MMORPG Gloria Victis, расскажет о мирных жителях, которые укрылись в маленьком средневековом замке от вражеской армии. Они пытаются обеспечить своих защитников всем необходимым и дождаться помощи союзников, которые должны снять осаду и спасти всех от верной смерти. Нам предстоит строить, собирать припасы, искать драгоценные ресурсы в разоренном городе и внимательно управлять людьми, чтобы они остались в живых и снабжали последних воинов. Age of Darkness. Final Stand. РТС в сеттинге темного фэнтези, где под наше управление попадает последняя крепость человечества. Ее необходимо защищать от атак зловещих существ, захвативших весь мир. Можно сказать, что это младший брат Зая Биллианс со всеми ее достоинствами и недостатками. Местами не такая хардкорная, зараженные дома не превращаются в рассадники нежити, а герои способны в одиночку сдерживать армию мертвецов. Присутствует достаточно много микроменеджмента. Необходимо постоянно строить и расширять поселения, дома, фермы и карьеры. Вся эта инфраструктура приносит ресурсы, которые понадобятся, чтобы попытаться отбиться от финальной волны. В общем, довольно необычно и неплохо, особенно на фоне тотального отсутствия нормальных РТС. А если хочешь узнать про много необычных игр, то подписывайся на игровой канал Вилкап. Здесь девушка снимает интересные и качественные прохождения в максимально ламповой атмосфере. Основная задумка автора играть в нестандартные инди-игры с глубоким сюжетом, погружаясь в игровые истории. На канале ты узнаешь про много малоизвестных, но очень интересных игр, таких как Роад 96, Undyne, A Juggler's Tale, Webbed и не только. Несмотря на то, что канал создан совсем недавно, качество контента поражает, а ролики выходят регулярно. Так что заглядывай и подписывайся на канал. Ссылка, как обычно, в описании. Stronghold Warlords Новая игра в серии симуляторов строительства замков. На этот раз игра перенесет нас в Азию. Карта теперь разделена на сектора. Каждый игрок владеет своим клочком земли и может строить здания только в нем. Вся остальная территория отдана нейтральным военачальникам, которых можно склонить к сотрудничеству. После захвата военачальника он может предоставить какую-либо помощь. Без изменений осталась механика популярности, отвечающая за налогообложение и приток новых жителей в город. Сюжетная кампания – это набор миссий, объединенных противостоянием азиатских держав. Исторической информации здесь минимум, а внутри сюжета переплетаются эпохи и страны. Сеттлмент Сюрвайвл Сеттлмент Сюрвайвл – градостроительный симулятор в сочетании с выживанием, массой ресурсов и построек. Вначале выбираем режим, сложность, размер локации, наличие или отсутствие катастроф и пары специальных объектов. Мир генерируется каждый раз рандомно. В игре просто-таки огромное количество видов построек и многие из них оказывают влияние друг на друга и на общее состояние построек. Поселенцев Если не будет больницы, жители будут болеть и умирать. Не будет церкви, повысится преступность и так далее. Вариантов очень много. При этом нужно назначать работников в некоторые здания, иначе они не будут функционировать. Имеется и смена времен года. И к холодному времени года нужно заготавливать припасы. Гоин Медивил Можно сказать, что это трехмерный Рим Ворлд в средневековье. Большинство механик действительно позаимствовано оттуда. Даже сложно сказать, что именно в игре свое собственное. Плохо это или хорошо – судить не стану. Здесь ты будешь развивать собственное поселение с нуля. Только ты решаешь, как лучше развиваться, какие дома строить и как их обустраивать. Здесь нет готовых построек в виде домиков. Мы сами конструируем свое поселение, которое может стать целым замком со стенами и кучей персонажей. И от нас будет зависеть судьба поселения, так как иногда придется принимать решения, от которых может зависеть жизнь всей колонии. Мешать нам будут разбойники и дикие животные, которые могут случайным событием разозлиться и начать все крушить. Age of Empires 4 Разработчики популярной серии не решили сломать привычные шаблоны и создали предельно узнаваемую РТС, которая не столько развивает серию, сколько возвращает к истокам. Игра получила довольно приятную картинку, интересную кампанию и хороший мультиплеер. Восемь цивилизаций на старте оказалось более чем достаточно. Геймплей за них чувствуется и играется по-разному. Отдельное удовольствие приносит генератор случайных карт в сетевых матчах, что делает их более разнообразными. При этом случайное расположение ресурсов и игроков не дает кому-либо преимущества. Kingdoms Reborn Здесь мы будем управлять горской средневековых жителей, которым предстоит превратить обычную деревушку в процветающий город. В игре почти все стандартно. Добываем ресурсы, изучаем технологии, раздаем приказы жителям, переживаем суровые зимы, выстраиваем рыночные отношения и занимаемся другими делами. Выделяется игра рандомно генерируемым окружением, семью биомами и уникальной системой карточек, которые вносят разнообразие в шаблонный геймплей. Sanks of Six Градостроительный симулятор с нотками от Dwarf Fortress в фэнтези-мире, где мы в роли деспота пытаемся выжить в борьбе с другими государствами или различными проблемами. В игре есть смена сезонов, голод, восстания, налеты, опасные монстры, терраформинг, фермерство, скотоводство, добыча ресурсов и производство различных товаров, а также торговля. Разбавляет геймплей и случайные события, к примеру, лизняка может придавить бревном, а охотника убьет вепр. В общем, у игры большой потенциал и даже на раннем доступе немало контента. Каинга – Seeds of Civilization – это градостроительный симулятор с элементами рогалика, события которого разворачиваются в процедурно сгенерированном мире, полном сюрпризов. Нам предстоит адаптироваться к имеющимся ресурсам – климату, ареалам обитания диких зверей и другим факторам, чтобы не позволить своему клану погибнуть. Игроки должны не только возводить здания и заниматься исследованием местности, но и развивать культуру, защищаться от набегов враждебных кланов, а также исследовать новые технологии, что дает возможность в следующей попытке зайти еще дальше. Еще расскажу про несколько многообещающих стратегий в средневековом сеттинге, которые еще не вышли. Первая из них – Orc Worship – Strategy City Builder. Эта игра предложит взять под контроль племя орков и сражаться за его выживание. Нам предстоит собирать ресурсы, строить здания, создавать оружие, обучать воинов и совершать набеги на поселение людей. А по мере прохождения будут открываться новые здания, технологии и специальные юниты. Viking City Builder – градостроительная стратегия на движке Unreal Engine 4 с поддержкой трассировки лучей, которой мы будем управлять деревней викингов. Нам предстоит строить, развивать и расширять поселение, отправлять граждан на различные работы и охоту, а также совершать набеги на территорию Европы. Ничего особо нового, но выглядит многообещающе. Mainer Lords – РТС в средневековом сеттинге. Здесь нас ждет строительство городов, поселений и ведение сражений в реальном времени. В игре будет множество факторов, влияющих на игровой процесс, вроде погоды, болезни или голода. Что касается сражений, то обещан максимальный реализм. Грамотно разместив войска, мы сможем победить превосходящие силы противника, а битва в ясную погоду будет отличаться от сражения в дождь. А на этом все, для вас вещал канал Image Game, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!